Здравствуйте! В студии Вадим Голицын, в эфире программа «На волне стремлений». Дорогие друзья, сегодня у нас литературный разговор. Хотя речь пойдёт, наверное, не только о литературе. Рад вам представить редактора журнала «Плуг» Олеся Быкова. Олеся, привет! Привет! Олеся, очень рада, что ты сегодня в студии, потому что вдвойне рад, потому что вышел свежий номер журнала «Плуг», уже 16-й номер. Да. Вот. Ну и опять же, мы с тобой давно не виделись, а твоя культурная жизнь насыщена, поэтому я думаю, что разговор у нас сегодня получится. Начнём прямо сразу с 16-го выпуска, буквально на днях. Он появился. Для тех, кто, кстати, не знает журнал о другой культуре, вот что такое «Плуг». Я думаю, что Олеся немножко введёт курс дела тех, кто, может быть, ещё не слышал о таком журнале. Поэтому, Олеся, передаю тебе слово. Расскажи немножечко историю «Плуга» и вообще, как эта идея появилась. Хорошо. Мы, конечно, не в первый раз на Евро.ФМ, что очень приятно. И, кстати, довольно-таки многие наши читатели услышали о «Плуге» как раз-таки… С программы «На волне стремлений». Именно так. И мне очень приятно. Да, нам тоже очень приятно. Для меня было открытием, что радио – это очень даже популярный медиаканал. Но моя проблема, наверное, в том, что я не вожу машину, поэтому не слушаю радио. У тебя всё ещё впереди. Да, точнее, я вожу машину, но не езжу на машине там. Ладно. Вернёмся к «Плугу». Да, на нашей обложке написано, что журнал о другой культуре. Почему мы так когда-то написали? Дело в том, что люди, когда произносят слово «культура», думают о том, что это что-то, что показывают по каналу Меца, это что-то, что происходит в оперном театре Эстонии и так далее. Мы же определяем культуру как совокупность всех тех информационных потоков, скажем так, которые создаёт человек, человек сегодняшнего дня. Это может быть и городская культура, это и мода, не знаю, и стили, и тенденции, тренды, субкультуры. И на самом деле, может быть, наш журнал и лучше определить как журнал о субкультуре. Молодёжной, довольно-таки, скажем, до 35 лет, и которая не на поверхности. То есть все те вещи, которые вы можете не увидеть на ЭТВ или на других каналах, можете не заметить афиши, которые на самом деле висят по городу и рассказывают о том, что у нас происходит. Но вот всё то, что, скажем, не на поверхности, но относится к культуре, безусловно относится к культуре. Но, тем не менее, конечно же, вы не избегаете ни музыки, ни живописи, ни каких-либо обыкновенных видов искусства. Да, мы ничего не избегаем, на самом деле. И наш последний номер как раз-таки говорит об этом. Этот номер посвящён театру. Номер посвящён театру. Это последний, 16-й, Олеся. А вот расскажи немножко о предыстории 15 предыдущих выпусков. Какие были темы затронуты уже? На самом деле, изначально у нас не было тематических номеров. А потом возникла идея сделать номер, посвящённый вечно вторым. Вот такой философский вопрос. Например, все знают, что, не знаю, Битлз, рок-группа номер один, да? А кто номер два? Задумался. Да. Ну, это вопрос. Или все знают, кто получил золотую медаль очень часто, да? А кто получил вторую? Ну, именно поэтому, например, вот по поводу золотой медали сейчас немножечко расскажу. Именно поэтому в спорте человек, который получает второе место, он, считай, расстраивается точно так же, как человек, который в четвёрке, в пятёрке, потому что действительно его никто не запоминает. Именно так. Вот, например, первый... А про Битлз, ну-ка расскажи, всё-таки мне стало вдруг жутко интересно, кто второй-то. Я не говорю, что мы рассуждали над темой, если мне не изменяет память, кто круче Queen или Rolling Stones. Это как в детстве, помнишь? Ну, я не знаю, как девочки, а вот мальчики обсуждали, кто круче Чак Норрис или всё-таки Брюс Ли. Ну вот, где-то так. У вас в музыкальном плане всё это получилось? Да, например, вот было это. Нет, там не только это. О чём же у нас было? Дело в том, что это было действительно практически два года назад. И я задумалась, у меня нет журнала под рукой. Это комплимент, на самом деле, это комплимент журнала Плуг. Два года он существует, и здорово, что есть журнал о другой культуре. Идёт третий год. Да, вот, например, потом мы делали номер, посвящённый Тарту, номер, посвящённый Нарве. Потом у нас литературные спецвыпуски раз в год. Как раз-таки зимой, когда времени больше по вечерам, сидеть, почитать вот как раз-таки последний номер. Вот этот взгляд я провезла, ты его не видел. Он литературный. И мы очень рады, что, например, в литературном номере с нами сотрудничают лучшие эстонские авторы. Это Андрей Иванов, Пэй Филимонов, Елена Скульская. О чём мы ещё писали? Мы много писали о фестивалях различных, которые происходят в Финляндии, США, Эстонии. Брали интервью у эстонских звёзд различных. Кстати, один из тематических номеров был посвящён эстонцам. Там все герои были эстонской национальности. Ну, кстати, к слову сказать, вы же сотрудничаете с эстонским изданием, подобным как вот Плуг. Да, Кескус. Ну, конечно, нас сравнивать сложно, потому что Кескус — огромная газета, с самым большим тиражом в Эстонии, кстати. Вот. Но что-то общее у нас есть. Наверное, мы похожи на Кескус, когда Кескус начинал. А Кескусу как минимум 10 лет, если не 15. Вот они в прошлом году справляли юбилей. Я тебе не буду врать, сколько им лет. Ну, вот мы встретимся с тобой тогда ещё через 7 лет, и я спрошу, какой у вас тираж, и побили ли вы рекорды, перегнали ли вы Кескус. Вот. Так что, да. А, и вот в прошлом году самый последний номер у нас был посвящён 90-м. И этот номер очень-очень хвалили, потому что он получился очень искренним, пронзительным, скажем так. Я читал, и, понимаешь, ну, я проживал заново свои 90-е. Свои 90-е. Очень много по поводу вот музыкальных пристрастий, моих музыкальных пристрастий. Игровых приставок. Игровых приставок. Это всё так отзывалось ностальгическим, таким приятным звоном в душе. Может быть, даже было бы здорово, чтобы вышел ещё номер, посвящённый 80-м. Я не очень застал, но тем не менее не застал. Но я думаю, что поколение... Я понимаю, что ваша аудитория рассчитана в основном на молодёжь, но мне вот 80-нику, 90-нику было бы интересно тоже, чтобы ещё и оттуда что-то... Мы думали об этом. Да, просто надо какой-то интересный угол зрения выбрать, потому что не все помнят то время, да? Вот я 81-го года рождения, поэтому... Ну, Олесь, ну в вашей же команде есть люди, которые как раз... Постарше, да, есть. ...в 80-нике. Я думаю, что есть и 70-нике. Ну да, Руслан, да, наверное, 80-нике. Вот Руслан моего поколения, Руслан Быков, Руслан Пиикс, кто его знает под таким. Псевдонимом, да. Мы вот застали как раз 80-е и вот 90-е, мы вот перешли. Сделаем, сделаем, да. Хотя это уже как-то не так актуально, потому что мода на 80-е прошла. Надо было тогда делать. Буквально даже год назад, мне кажется, 80-е были больше актуальны. Но ведь, знаешь, всё циклично. Я думаю, что всё-таки вернётся когда-нибудь мода и на 80-е. Опять же, например, Елена Скульская может вам помочь с 50-ми годами. Зачем ты так? С 60-ми. Нет, я имею в виду, как историк литературный, она всё это знает, может быть, тоже какие-то идеи предложит. Это да. Причём интересно, что недавно по поводу годов, которые хочется вернуться, или из которых люди черпают вдохновение, в Фейсбуке недавно прочитала пост, что, возможно, сейчас будут вдохновлять 30-е годы в музыке. О, видишь как. Прежде всего. Да, очень интересно, да, что мы знаем о 30-х годах. Очень мало, да? Ну, как из истории кто-то что-то помнит про 33-й год, там, Гитлера. Ну, у меня вот как-то картинки так. Ну, да, вот что-то такое. А что было в музыке и так далее. Очень интересный вот такой был намёк от Жени Золотаревского, музыканта, известного у нас в Талине. Вот. А представляешь, соединится всё музыкальная мода 30-х годов, и вот сейчас нынешняя музыкальная тенденция, всё это сплетётся в какой-то клубок. Что из этого выйдет? Так что, да, это интересная тема. Вот. И ещё по поводу номеров. Я не знаю, это не только моё мнение. Я могу оценивать нашу работу, скажем так, со стороны, но мне кажется, что каждый наш новый номер, он лучше предыдущего. Вот мне казалось после номера про 90-е, что такой замечательный номер. И так его хвалили. Я думала, ну, куда же лучше? И мы взялись за этот театральный номер, сами являясь исключительно зрителями. Не театральными критиками никак, но подтянулась команда из людей куда более знающих и опытных. Например, для нас написал статью Марк Левин, который очень известный журналист, да? Или у нас потрясающие воспоминания о студенческом театре Тарту. И там написали тоже статьи один журналист Игорь Журьяри, известный. Вот, когда я родилась, он выпустился из Стартовского университета. И также старший научный стандарт, трудник МГУ, которая выпустилась тоже из Стартовского университета, проведена в то время, и тоже играла в этом театре. А ним словом, этот театральный номер, на мой взгляд, получился ещё лучше, чем предыдущий. Вот, благодаря, безусловно, авторам. Ну, теперь-то вы не боитесь, что следующий номер будет похуже? Нет, не то, что похуже, а просто мы сами очень рады, что так получается, да? Мы-то ничего не загадываем, мы просто делаем дело с душой и искренне. Вот, а следующий номер у нас уже в подготовке, и он будет посвящён теме эмиграции. Ну, о следующем номере мы поговорим, наверное, когда он уже выйдет. Именно. Тема интересная, актуальная. Актуальна она давно. Именно эмиграция. Да, эмиграция — это когда, ну, вот, люди из Эстонии уехали и долго живут в других странах. И мы выбрали, ну, 5-6 стран, которые не находятся в Европе. То есть это нечто для нас необычное. Не буду раскрывать. Да, пока что подождём. Подождём свежего номера про эмиграцию. А тем не менее свежий номер про театры уже есть, и мы сейчас о нём ещё более подробно поговорим после маленькой паузы. И снова здравствуйте. В студии Вадим Голицын. В эфире программа «На волне стремления». В гостях у меня редактор журнала «Плук», Олеся Быкова. И Олеся принесла мне подарок. Не знаю, как вам. Кто где успел схватить, но у меня уже есть свежий журнал, свежий выпуск журнала «Плук», посвящённый как раз театрам, театрам нашей страны. И вот на обложке я вижу театрала «Всея», так сказать, «Всея» сцены. Это Константин Сергеевич Станиславский. Олеся, чья идея была на обложку Станиславского? Моя идея. Потому что я задумалась о том, что все знают слова Станиславского «Верю или не верю», но при этом, наверное, мало кто знает, как он выглядит. Мне так казалось. Но все образованные люди, оказалось, знают. Но, правда, я пока что просила двоих. Один — это сотрудник Тарусского университета Елена Григорьева-Мельник, высокообразованный человек, а второй человек — это ты. Спасибо. Который также связан с театром. Поэтому, знаешь ли... Ну, посмотрим, что скажут наши читатели. Были уже вопросы, а кто на обложке? Ну, пока нет, потому что обложка появилась только сегодня в интернете. Подписчики получили тоже только сегодня журнал. И в некоторых местах по Таллину я раскидала вчера журнал. Но уже завтра и послезавтра он будет уже и в Тарту, на выходных, я надеюсь, в Нарве. И также раскидаю по другим. Олеся, давай немножечко отойдём от тематики журнала. Пока вот услышала я одно слово. Раскидать? Не раскидать. Хочу сразу затронуть другое слово — подписчики. А вот на протяжении двух лет уже вы как-то отслеживаете статистику? У ваших подписчиков прибавляется? Да, но у нас очень мало. Очень мало. Я даже не буду называть число. Они постоянно меняются. Нет, кто-то продлевает. Да, один мальчик мне вообще написал и сказал, что я хочу все журналы, которые выходили. Пожалуйста, ну, вот найдите вас там все номера. Копните архив. Да, мне очень-очень нравится. И приезжал специально за ними, чтобы у него была полностью подписка, да, вся. Правда, не всё мы ему смогли выдать, потому что первые два номера выходили маленьким тиражом, и у нас у самих по пять штук осталось. Это не выдаётся уже. Но в интернете же есть. Да, в интернете есть, но он хотел печатный вариант. Видимо, коллекционер. Да, он коллекционер уже. Вот, то есть очень активно в последнее время подтянулись люди из Нарвы. То есть все последние где-то 10 подписчиков, они из Нарвы. Вот, что приятно. Ну, это, видимо, после номера про Нарву. Да, и плюс мы стали больше там распространять в РОРО и в Нарвском колледже и в библиотеке, вот, благодаря Марине Клементьевой. Вот. Так что, да, подписчики есть, но хотелось бы больше, чтобы... Просто сейчас подписчики — это скорее люди, просто которые симпатизируют. И мне просто приятно от руки выписывать конверты и относить эти конверты на почту и так далее. Но хотелось бы, чтобы это было более массово. Хотя я мечтаю о том, что даже когда у нас будет тысяча подписчиков, я всё равно все конверты буду от руки подписывать. Ну, это такие приятные хлопоты, Олеся. Это очень приятные хлопоты. Целый день буду на это убивать, но буду подписывать. Конечно же, это приятно, когда ты получаешь конверт, от руки написано, не компьютерный штамп стоит по почте там, а всё написано. Так что подписывайтесь. Подписка стоит 5,50 евро за 4 номера, что мало довольно-таки. Совсем немного. Более того, узнать можно много интересного. Вот Олеся правильно сказала, что мне на поверхности, это журнал Плук, это то, что здесь не менее интересно, даже в каком-то смысле более развернуто, рассказано о тех вещах, которые происходят рядом с нами, о культурных событиях, не только о больших концертах, но и о маленьких, о каких-то победах незначительных. Более того, экскурс в историю здесь же есть. Можете узнать, что было, что будет, конечно же, и что сейчас происходит. И вот выпуск... Давай вернёмся теперь, Олеся, опять к театральному выпуску. Что здесь ещё есть, помимо того, что обложка? Возьму, я, конечно, его делала, но вдруг кого забуду. И плюс я бы добавила к замечательным словам твоим, то, что у нас очень много эксклюзива, который достоин, безусловно, из самых лучших изданий, но, к сожалению, у нас о культуре мало пишут вообще, скажем так. Поэтому, может быть, когда-то мы уберём это о другой культуре, потому что, по сути, это уже не так актуально. Может, когда мы начинали, наш формат, стиль вызывал какие-то недоумения, скажем так. Но когда мы существуем уже третий год, и нас цитируют, и нас знают, что мне безумно было приятно, например, когда я обратилась к Балта Скандалу, это театральный фестиваль в Ракфоре, с тем, что у нас будет театральный номер, хотите ли вы, может, рекламу или статью, ну что-нибудь, у вас такое замечательное мероприятие. Притраут их художественный руководитель сказал, а я знаю ваш журнал, я читал все номера. И я подумала, да, вот, это замечательно. Кстати, Алися, а вот на эстонском языке есть версия? Хотя бы в интернете? Ну, часть статей были переведены в рамках проекта Plug in Keskus, вы можете найти его на Facebook, но так как там закончилось финансирование, а времени у нас нет, то мы так и не продолжаем, к сожалению, это начинание. В общем, нужна внешняя помощь. Да, безусловно. Ну, переводы — это такое дело, знаете ли. Да, непростое. Непростое, да. Да, тем более здесь очень сложный язык. Ну, всё-таки бывает иногда очень много сленга, и поэтому, когда переводчик переведёт, ещё надо это всё прочитать, потому что даже самый опытный переводчик иногда неправильно сленг понимает, например. Ну, то есть такие нюансы, вот. А, по поводу эксклюзивных, да, материалов. Хоть и театральный номер, но здесь есть эксклюзивное интервью с группой из Ростова-на-Дону, Моторамой. Очень известная сейчас. Что за группа, расскажи мне. Очень известная сейчас группа, все молодёжь знает. Ну, я не в теме, я уже не молодёжь, Олеся. Да, они приезжали на Tallinn Music Week, вот, и команда Плуга воскресным вечером, ты сам представляешь, после того, как три дня Tallinn Music Week позади, в ралли интервью общими усилиями, поддерживая друг друга. Вот, группа, я не буду, так как я не настолько точно могу определить их стиль, да, скажем так, что на них повлияли Joy Division. Вот, если вы слушали, знаете Joy Division, то их очень часто с ними сравнивают. На самом деле, как они сами определяют, на них появляли не только Joy Division, но и многие группы 80-х. Вот, а сами они очень простые ребята, при этом выступали на огромном количестве фестивалей в Европе, на пикнике афиши раза три, что гарантирует всегда признание в России и так далее. Но при этом музыка, они на жизни зарабатывают, то есть ситуация похожа на ту... В общем, как и наши. Да, ну, видно, в Ростове, когда живёшь в Ростове, да, ну, так и есть. Они сказали, что если ты хочешь зарабатывать музыкой, надо ехать в Москву, ну, а это уж совсем всё по-другому будет в твоей жизни. А в Москве таких групп пруд-пруди? Ну, Моторама, но всё-таки Моторама, они получили признание уже, то есть они известны, вот. Но у них у самих желания нет так работать музыкой? Ну, вот, исходя из интервью, я же с ними так не общалась, исходя из интервью, они говорят о том, что пусть всё идёт так, как идёт. Если их какой-то очень хороший лейбл подпишет на что-то, они подпишутся. Пока что инди-лейблы особо ничего не предлагают. Олеся, а вот как группа Моторама-то попала в журнал театральный? А, ну, дело в том, что... Или это просто эксклюзив? Это эксклюзив, и Time Music Week был же не так давно, в самом конце марта, да? И поэтому... Ну, театральный номер не означает, что здесь всё исключительно о театре, могут быть некоторые вкрапления, просто основная тема. Нет, ну, более того, Олеся, давай откроем, что театр — это не только действие на сцене, это также и музыка, и танец, и что уж скрывать-то, и инсталляции различные. Ну, и классический театр взяли, потому что объять необъятное невозможно. Вот. Начинается журнал с ретроспективы о другом театре. Кто помнит... О новом театре или о другом театре? О другом театре, который пять лет закрылся, но... Пять лет назад. Да, пять лет назад закрылся, но в течение четырёх лет, с 2003 по 2007 год, радовал нас, ужасал нас. Ужасал в хорошем смысле, потому что постановки были со страшными сюжетами. Но очень интересовал. Именно поэтому это был другой театр. Да. Вот. Здесь ретроспектива, информация о том, что случилось с актёрами другого театра, где они, что они, как они. Вы всех нашли. Наташа Моченене, продюсер и создатель другого театра, нам рассказала обо всех. Вот. И заканчивается наш журнал рекламой нового театра, который, скажем так, реинкарнация другого театра под вывеской «Новый театр». Вот. Чем он отличается от другого театра, что это будет, об этом вы сможете прочитать. Вторая ретроспектива, которая, на мой взгляд, наверное, по своему значению, самый удачный материал в этом номере, потому что, к сожалению, в начале этого года ушёл из жизни профессор Павел Семёнович Рейфман. Культовая фигура в Тартусском университете, профессор Эмиритус. И в связи с этим здесь не только есть инмемория, посвящённая ему, но также воспоминания о нём и о Тартусском студенческом театре, которым руководила его жена. Слава богу, здравствующая. Вот. А Тартусский студенческий театр сейчас существует? Сейчас не существует. Это вот были, как бы, такие золотые годы, наверное, и я читала эти материалы, которые нам и написали старший научный сотрудник МГУ Людмила Зайонц и известный журналист Игорь Жульяри, который у нас в Эстонии работает. Вот. И я восхищалась вообще, какая атмосфера была, как люди учились, чем восторгались. То есть, ну, это действительно, на мой взгляд, очень удачный материал здесь. И абсолютно архивные фотографии, которые никогда нигде не публиковались. Можно сказать, что это тоже эксклюзив. Ну, безусловно. Это безусловный эксклюзив и очень трогательный, и очень насыщенный. Вот. И большое спасибо Елене Григорьеву Мельникову, которая это вот организовала, скажем так. Олесь, давай еще ненадолго прервемся и продолжим разговор о свежем номере плуга. Еще раз приветствую всех радиослушателей в эфире программы «На волне стремления». В студии Вадим Голицын в гостях у меня редактор журнала о другой культуре плуг Олеся Быкова. И мы уже немножечко раскрыли свежий журнал номер 16, посвященный театру. Так как журнал о другой культуре, то и про театры тут про другие, про разные другие театры не совсем в классическом понимании этого дела. Ну, ты знаешь, мы очень хотели написать про русский театр. Но проблема была в том, что нам предложили очень интересную тему, которую мы обязательно раскроем, но не было просто времени и не было человеческих ресурсов, чтобы написать ещё об этом. Олеся, хуже, знаешь что? Знаешь что, хуже, когда время есть, всё есть, а материала нет. А когда вот так наваливаете, и время нет, это здорово. Мы хотели написать о тех актёрах русского театра, или хотя бы одну историю взять, которые больше там не работают. Есть ли жизнь после театра? Об этом, я думаю, что всё ещё раскроется. Да, мы обязательно ещё напишем, просто не было возможности, да. Потому что я и Дан писали в этот номер сами, много довольно-таки, плюс другие авторы, потому что наши авторы предыдущих номеров, они сами сказали, что в театр такая тема, что мы не будем браться, и нам нужны были несколько другие авторы. У нас новая рубрика под названием «Алка интервью». И такое есть! Конечно! Идея, честно говоря, не нова. По-моему, в журнале Rolling Stone есть иногда такая рубрика, но там так, что они просто сидят и говорят тосты, и по мере чтения там отметки, сколько уже выпьет там. Вот там такая форма есть. Нам, как оказалось, такая форма близка. И вот теперь у нас такая рубрика. Необычно. Необычно, да. Покупается водка, делается закуска, приглашается гость, который согласен говорить на диктофон. Но вы понимаете, что это в некотором роде детектор лжи. Да. Ну, безусловно, потом всё равно даём интервью на подтверждение. Поэтому, к сожалению, кое-что выкидывается. Но... К сожалению или всё-таки лучше пусть будет так? Да, потому что Эстония маленькая страна, лучше пусть выкидывается. Потому что дальше жить здесь надо как-то... Ну вот, одним словом, героем этого Алка-интервью стал Сергей Форманюк. Вот. О чём договорились ребята? Тут много людей участвовало. На самом деле, я тоже тут реплики вставляла, потому что это было у нас дома. Вот. Очень интересная философская и заканчивается на не менее философской ноте интервью. Вот. Да, кто заинтересовался, я точно заинтересовался, что же такое можно рассказать под действием «Зелёного змея» в свежем номере журнала «Плуг» можно прочитать. Именно. Вот. Потом идёт, скорее, такое лирическое воспоминание одного нашего друга о том, как он работал ночным сторожем в Линна Театр. Про привидения? Ну, практически. Ну, очень хорошо проследуется архитектура этого здания, как он ходил там с фонариком. Очень здорово, да. Линна Театр, ну, насколько я понимаю, один из самых сильных театров в Эстонии, да. Я, к сожалению, познакомилась с их постановками всего около месяца назад. Мне посчастливилось попасть на постановку Нюгана сразу же. Вот. Я была в полном восторге. И вот нам надо теперь придумать форму сотрудничества с Линна Театр. Мы ещё не придумали, но постараемся, потому что я понимаю, что у них нету проблем с продажей билетов, но хотелось бы, чтобы русский зритель туда ещё чаще ходил, чем ходит, потому что они потрясающие. Вот, я как раз тоже об этом хотел сейчас добавить, что многие просто не знают, насколько действительно очень хорошие спектакли там. А если кто-то боится, что есть незнание эстонского, по-моему, там есть перевод. Ну, я смотрела без перевода, но я смотрела Чехова. Я смотрела новеллы Чехова. Я забыла, как называлась общая вся эта постановка, но это было так шикарно и так умолен. Да, но в любом случае один раз только уж точно стоит сходить и посмотреть, что происходит у наших коллег. Так что мы надеемся, что, ну, и так как мне сделали аккредитацию, я сказала их, этот человек из отдела по связям с общественностью, что мы бы хотели что-то о них писать, но надо бы придумать форму, потому что театральные рецензии, это не совсем для нас, мы не выходим так часто, но придумаем форму. А пока что вот такое введение. Вот, ещё один эксклюзивный материал про Балта Скандал, фестиваль, который я упомянула в начале, да. Их программа официальная будет объявлена, по-моему, ещё только через несколько недель. Вот, но Притраут, их куратор, рассказывает о том, как он выбирает постановки. Очень интересно. Он об этом рассказал. И вообще очень интересный процесс, как это всё складывается. И прочитав это всё, ну, я точнее переводила это, вот, мне самой безумно захотелось поехать на этот фестиваль на все три или четыре дня, потому что там нет случайностей. И ещё один материал у нас о русско-театральной школе, которая будоражит Министерство культуры тем, что хочет получить статус профессионального театра. И маститый критик Марк Левин рассуждает на эту тему и выносит свой приговор по поводу того, быть этому профессиональному театру или не быть. Интрига прямо, Олеся, интрига. Да, интрига на интриге. Чтобы брали журнал в руки и читали, конечно же. Онлайн мы выложим через неделю, не раньше. Правильно, правильно, не спешите. Пока ищите по городу. Ну, если что, онлайн это всё можно будет прочитать. А, кстати, тираж какой? 500-600 у нас в среднем. Каждый номер. Ну, не так, вроде много, но и немало. Да, но это, да, расходится, например, 100 сразу уезжает в Нарву. Сейчас я в 50 отдала в Тарту. Вчера я только 100 разнесла. Это очень быстро расходится, да. 100 мы оставим, ну, где-то 50 мы оставляем себе, потому что вот потом, по прошедшему году, может кто-то спросить. Потом ещё надо в библиотеке относить обязательно. Опять же на Евро и ФМ принести. А если вы хотите какие-то номера посмотреть, то старые номера, то они есть в Национальной библиотеке, потому что все обязаны туда носить. И Национальная библиотека — наш подписчик. Вот. И теперь ещё одно интервью. У нас довольно-таки много интервью здесь с режиссёром, который хотел стать индейцем. Это мой очень старый друг Тавет Янсен. Вот. Он был хореографом. Как раз-таки он танцевал в труппе Саши Попеляева 10 лет назад. Вот. Потом учился на хореографа у нас в университете, потом учился в Голландии. Он признанный в своей сфере. Те, кто ходят в Каунте, Гильдизаль, для них он звезда. Ну и не только для них. Он работал и в Фон Крале и так далее. И вот тут интересно вообще рассуждение о том, какие критерии в искусстве в том числе, что он сделал за эти 10 лет. Мне было интересно проследить. Потому что я его знаю ровно 10 лет, и где-то 10 лет мы с ним не видели. И всё это было очень даже интересно. Вот. И завершает рассказ Елены Скульской об актрисах. Об актрисах именно? Или об актёрах вообще? Ну, наверное, об актёрах вообще. Просто, может быть, этот больше сосредоточен на женском темпераменте. Тебе, кстати, не хотелось быть актрисой никогда, Алис? Нет, мне кажется, что я абсолютно бездарна в данном направлении. Потому что как-то у меня всё очень искусственно и наигранно получается, если я пытаюсь играть. Нет, нет, нет. Видишь, я классический... Хотя интерпретация чего-то мне близка, потому что я классическая пианистка. Да, интерпретация, да. Но мне скорее было бы интересно технику узнать. Это да, это всегда интересно. Ну, скажи, пожалуйста, ну ты как зритель, ты строгий зритель? Да нет, наверное. Если сделано хорошо, это же всегда видно. Ну вот ты как редактор журнала, я думаю, что тебе нужно относиться к постановкам немного, так сказать, с критической точки зрения. Я оцениваю так, убедительно-неубедительно. Для меня это критерий в искусстве. Во всём искусстве, во всяком искусстве. Представляешь, мы с тобой как раз подошли обратно, дошли до конца журнала, вот таком в кратком обзоре, и пришли обратно к обложке. Вот как ты сказал, убедительно или неубедительно. Как говорил Станиславский, верю или не верю. Именно так. У меня такой критерий оценки, потому что мой профессор по фортепиано, Иварилья, всегда говорил, вы можете это играть как угодно. Главное, чтобы это было убедительно. Вот Гленгбулльт играет убедительно. Очень странная интерпретация порой, но если это звучит убедительно, значит, это убедительно. Точка. Вот, и на самом деле, по поводу оценки театра, довольно-таки много в этом номере, потому что Ирина Томингас из русской театральной школы говорит, что для неё хорошая постановка. И Тавет говорит об этом, и, безусловно, куратор Балтоскандал говорит об этом. Поэтому, мне кажется, этот номер несёт образовательную функцию, потому что люди как-то по-другому могут взглянуть на то, что они видят на сцене. Ну и поверь, Олеся, кто-то для себя откроет и русскую театральную школу, и новый театр, и вообще узнает, что есть такие театральные проекты, какие есть театральные проекты в Таллине, в стране вообще, поэтому... Кстати, ещё про этот номер, у нас не все даже материалы вместились. Вот я, кстати, хотел сказать, вы как-то попытались объять всё-таки необъятное, да? Да, да. Но есть материал для ещё одного выпуска наверняка. Да, ну, то есть, была ещё одна пьеса для этого номера написана. Ой, точно, хорошо было бы какой-нибудь... Потому что я вот, когда читал журналы, вот ваши все выпуски читал предыдущие, вроде читаешь как-то это интервью, какое-то воспоминание, потом раз, маленький рассказ какой-то такой, и так он приятно выбивает из колеи, и потом возвращаешься опять, вроде интервью, какая-то рецензия на что-то там. Да, да. Поэтому вот пьеса тоже, да. Хорошо, спасибо, очень важный комментарий. Да, ещё был... Ещё рецензия на книге Андрея Иванова была, но вот, к сожалению, не вместилась. Если так, он толще, чем наш обычный. И это прекрасно. Да, прекрасно, просто дорого печатать, поэтому вы чуть-чуть сократили, да. Ну, объём... Мы могли сделать ещё больше страниц, но это перешло в следующий номер. Олеся, спасибо тебе огромное за беседу. Я думаю, что у нас есть ещё с тобой много о чём поговорить, но об этом мы поговорим в следующий раз. Давай не будем расставаться так надолго. Хорошо. Выпустим новый номер, придём к тебе в середине лета. Замечательно. Друзья, в гостях у меня была редактор журнала «Плук», журнала о другой культуре. Олеся Быкова, Олеся, удачи тебе, и всей вашей команде большой привет. Спасибо. И приходите на постановки театров в мае. На самом деле, май абсолютно театральный месяц. Несмотря на то, что есть мнение, что это закрытие театрального сезона. Нет, например, у русской театральной школы, у нового театра, и ту постановку Нюгана, которую я видела, тоже можно увидеть в мае. Ну что ж, ходите в театр, читайте «Плук». Спасибо, Олеся, удачи ещё раз. Спасибо, до свидания. Это была программа «На волне стремлений». В студии был Вадим Голицын. Всем хорошего настроения и удачи.